Основание Новороссии. Давайте не будем торопиться. У нас впереди референдум. Я нахожусь в Луганской области. Вчера я собрал представителей старой политической гвардии, депутатов областного совета, политиков, бизнесменов в Луганске. Познакомился с избранным губернатором, народным губернатором Валерием Болотым. Мы собрали Народный Совет. Народный Совет выработал вопросы, которые будут на референдуме 11 мая, которые будут озвучены. Это вопрос на русском и на украинском языке, поддерживаете ли вы независимость, суверенитет Луганской области. Этот референдум будет 11 мая. С такими же вопросами 11 мая будет проходить референдум в Донецкой области. Таким образом, после этого мы собрали мэров городов, довели до них эту точку зрения. Все мэры сказали, что будут выполнять команды и будут заниматься подготовкой к референдуму с тем, чтобы 11 мая он прошел. А дальше зависит от решения людей. Если люди поддержат, по тем субспросам, которые у меня есть, люди должны поддержать этот референдум, прийти и проголосовать, написать, поставить галочку на слове «Да». Таким образом, мы получим два суверенных образования – Донецкую и Луганскую республику. После этого Донецкая и Луганская республика обратятся ко всем регионам Юго-Востока с тем, чтобы эту инициативу поддержали. Мы надеемся, что ее поддержат и в Центральной и Западной Украине, потому что сама идея правильна и нужна. Если она будет поддержана только на Юго-Востоке, то, по-видимому, это будет новое образование – Федеративная республика Новороссия. Если она будет поддержана только по всей территории Украины, это будет Федеративная Украина. Новая Федеративная Украина. Так что мы просто начинаем длинную дорогу и начинаем процесс подготовки к референдуму. Олег Анатольевич, а можете прогноз дать? Вы же знаете, какие настроения в каждом из регионов? Все-таки кто в это новое государство войдет? Какие области? Херсонская, Николаевская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Луганская, Донецкая области – это по границам Новороссийской губернии. Ну, как бы, в сторону Украины – это была граница Новороссийской царской губернии, царское время. Ну, и были другие регионы, другие губернии сюда входят, но граница с Украиной – это Новороссия. Центр Новороссии находился сначала в Екатеринославе, потом в Одессе, но это была вот и Новороссийская губерния. Люди заселялись на этой территории, люди заселялись со всех регионов России. В основном, конечно, из Украины, потому что Украина-Малороссия находилась рядом. Ну, приезжали из всех регионов, и люди здесь совершенно разных национальностей, и поэтому здесь красивые девушки, сильные мужчины. Мы богаты тем, что мы разные. Идея создать Новороссию наверняка новых киевских властей не обрадует? Вы как-то обороняться собираетесь? Как будете защищаться-то? Ну, мало того, что не обрадовали, вот сейчас Верховный Совет спешно собрался на закрытое совещание, на закрытое заседание, и мне перезвонили мои товарищи о том, что специально под меня был проголосован закон, который позволяет исполняющему обязанности генерального прокурора, раньше у него таких полномочий не было, сразу без дополнительных согласований в комиссии, в комиссиях Верховного Совета, без длительной процедуры направлять представление на снятие депутатской неприкосновенности. Так что я ожидаю следующего шага, когда исполняющий обязанности генерального прокурора поддаст представление на снятие с меня депутатской неприкосновенности. Ну, а как Новороссию-то защитить? Когда вы будете формировать органы милиции, быть может, армию свою? Киев не ограничится ведь преследованием вас только? На вчерашнем активе мы собрались мэры, собрался Народный Совет, и я хочу сказать, что и областной совет, президиум областного совета, то есть и старые ветви власти, и новые депутаты проголосовали за референдум. Кроме этого, было принято решение, я хочу обратить внимание, что такое было только в Луганской области, ну, не считая Крыма, но в Донецкой области еще пока такого решения не было. Там областной совет занимает более осторожную позицию. Здесь областной совет полностью поддержал народ, граждан Луганской области, и это очень похвально. А что будет с народными мэрами, с народными губернаторами? Они займут уже свои посты официально, да? Правильно я понимаю? Ну, для начала надо будет потом провести выборы, принять Конституцию. Еще раз я хочу подчеркнуть, что мы находимся только в начале очень длинного пути. Нам надо защитить свое право, право на принятие, которое гарантировано нам Конституцией, самостоятельно распоряжаться своей судьбой, с одной стороны. С другой стороны, пройти длинный путь по формированию своих институтов власти. И вот три решения, которые вчера были приняты. Первое решение – это о принятии референдума на 11 число и утверждение вопросов, которые будут на референдуме. Второй вопрос – это был о непризнании выборов 25 мая на территории Луганской области, согласно того решения, которое было принято. Выборы президента Украины 25 мая проходить не будут. И третий вопрос – дали полномочия губернатору, народному губернатору Валерию Болотову сформировать правительство Луганской области. Это будет президентская или парламентская республика? И хочется узнать, вы себя на какой должности в Новороссии видите? Я помогаю людям, я политик. И сейчас, когда убивают людей, каждый день убивают людей, когда льется человеческая кровь, думать о должностях, о креслах, о погонах, наверное, будет неправильно. Ну, и вы так и не сказали, парламентская республика. Вопрос Конституции будет... Это решать сейчас вопрос Конституции, это забегать вперед. Надо дождаться решения референдума, надо убедиться, что и в Донецке, и в Луганске он пройдет успешно. Ну и дальше обратиться к остальным регионам Юго-Востока и всей Украины. Потому что если это будут там 7-8 областей, это одно дело. Если это будет вся Украина, это другое дело. Поэтому дело за будущее. Спасибо вам. Ждем 11 мая. Совсем немного осталось. И желаем вам успехов с нами на прямой связи по скайпу. Был лидер движения Юго-Восток Олег Царев. И мы обсуждали.